МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контроль за аптечными ценниками. Рашид Темрезов обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Карачаво-Черкесии уровень цен на лекарственные препараты в регионе. Горящие поля. Вместе с первым теплом к нам возвращается сельскохозяйственный пал сухой прошлогодней травы. Откуда взялся миф о его пользе для урожая? Основная претензия мэрии в том, что земля используется не по назначению. Переселение зверей. Почему львы, волки и медведи из-за парка в южной части Черкеска покидают республиканскую столицу и перебираются в Зеленчукский район? Сегодня глава Карачаво-Черкесии Рашид Темрезов участвовал в обсуждении реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на селекторном совещании под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака. Одним из приоритетных направлений этого проекта Карачаво-Черкесия выделила федеральную программу «Промышленный экспорт». В рамках утвержденной программы в течение шести лет планируется значительное увеличение объемов экспорта конкурентоспособной промышленной продукции через различные механизмы поддержки промышленных предприятий республики, работающих в несырьевом секторе. И сегодня Рашид Темрезов провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Карачаво-Черкесии Баширом Хапаевым, который проинформировал главу региона о результатах деятельности службы в сфере надзора и мониторинга медуслуг и лекарственных препаратов. На встрече был определен порядок совместных действий для наиболее качественной реализации на территории республики самого масштабного приоритетного нацпроекта – здравоохранения. А более подробно остановились на вопросе, который был буквально вчера поднят в ходе встречи главы региона с волонтерами Карачаво-Черкесии о ценах на лекарства в аптечной сети. Росздравнадзор ежемесячно проводит мониторинг цен на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По его результатам в январе текущего года цены на эти препараты практически не изменились. Также на встрече была достигнута договоренность, что специалисты Росздравнадзора по Карачаво-Черкесии будут внимательно и оперативно реагировать на все обращения граждан по вопросам цен на лекарства. Если кто-то из жителей обнаружит, что ему продали лекарства дороже, или же у него есть информация о завышении цен на его взгляд, то он может обратиться в территориальный орган Росздравнадзора по нашей республике по телефону 27 06 33. Или также он может обратиться письменно через сайт в виде электронного сообщения, направить информацию. Мы проверим ее. Завышение цен является нарушением требований определенных, лицензионных, будут приняты меры. Глава Карачаво-Черкесии Рашид Темлезов поздравил жителей республики с днем принятия Конституции Карачаво-Черкесии. Он подчеркнул, что основной закон республики, принятый 5 марта 1996 года, утвердил права и свободы каждого жителя Карачаво-Черкесии, принцип равенства, независимо от национальности, проживания и вероисповедания. Региональная Конституция стала не только гарантом гражданского мира и согласия, но и объединила различные политические и общественные силы, институты гражданского общества. Напомним, что первые пять лет своего существования наша республика жила без Конституции. 11 первоначальных вариантов, которые не нашли единогласной поддержки у депутата Верховного Совета Карачаво-Черкесии. Ведь документ не должен был нарушать основные положения Конституции Российской Федерации, но одновременно учитывать специфику нашей республики. После долгих дебатов проект документа опубликовали в прессе, чтобы жители Карачаво-Черкесии могли ознакомиться с будущим основным законом республики. Его уникальность нашла выражение уже в преамбуле, где перечислены все субъектообразующие народы региона. Такого нет ни в одной региональной Конституции страны. После публикации в Конституционную комиссию поступило более трех тысяч предложений и замечаний от жителей республики. Таким образом, Конституция Карачаво-Черкесии получилась поистине всенародной. За минувшие 23 года менялись границы районов. Появлялись новые названия у населенных пунктов. Президент республики стал ее главой. И все это нашло отражение в Конституции, куда вносились соответствующие поправки. В остальном же основной закон Карачаво-Черкесии остался неизменным. Сегодня даже дети знают, насколько важна для нашей республики собственная Конституция. Большой праздник у нас сегодня – День Конституции Карачаевой Черкесии. Какой праздник? Все народы, которые считают себя жителями Карачаевой Черкесии, все имеют одинаковые права. Все могут говорить на своем родном языке, любить свои традиции, чтить их, сохранять их, знать свою историю, гордиться своей историей. Никто здесь не обижен. Гарант – это Конституция Карачаева-Черкесии. Конституцию приняли, государство приняло, а мы его поддерживаем. С Конституцией улучшила жизнь народа всего, людям стало жить легче, и с соблюдением правилам стало как бы спокойнее. Если человек перестает дружить с природой и начинает нарушать ее законы, это неминуемо приводит к плачевным последствиям. Так обстоят дела и с сжиганием сухой травы на полях, что часто можно наблюдать в нашей республике. В большинстве своем такой весенний пал устраивают сами фермеры, считая, что это каким-то образом улучшит качество земли. Но так ли это на самом деле? В ситуации разбиралась наш корреспондент Мадина Лайпанова. Яркое зарево, огромные языки пламени, многометровые столбы дыма. К сожалению, такую картину за последний месяц можно нередко наблюдать на полях Карачаева-Черкесии. В большинстве своем это происходит в окрестностях тех аулов и сел, где весной идут полевые сельхозработы. И самое печальное, что виновниками этих пожаров чаще всего являются сами фермеры. С начала года на территории республики зарегистрировано порядка 15 подобных случаев. А причина, по которой аграрии сжигают прошлогоднюю траву и жневьё, уверенность, что это каким-то образом улучшит качество земли и удобрит её. Вот только практика говорит об обратном. Подобные пожары лишь ухудшают почву и уменьшают возврат в неё питательных элементов. Сжигание пожнивных остатков и соломы наносит большой вред окружающей среде. Происходит уничтожение потенциального плодородия почвы. При этом теряется ценное органическое удобрение, которое могло бы поступить в почву с пожнивно-корневыми остатками и соломой. Допустим, на одном квадратном метре солома сгорает за 30-40 секунд. При этом температура на поверхности почвы достигает 360 градусов. А на глубине 15 сантиметров – около 50. При этом происходит выгорание гумуса и полезной микрофлоры. А из почвы безвозвратно теряются азот и углерод, что наносит большой вред окружающей среде и снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Зачастую подобный пал устраивают вблизи населённых пунктов. При этом огонь может перекинуться на жилой сектор и соцобъекты. Профилактику подобных инцидентов ведёт Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии совместно с органами местного самоуправления. Мы уже провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там у нас встречались вопросы по пожарам в лесах и взаимодействию с лесным управлением. По сжиганию сухой навезнистой растительности мы сейчас непосредственно ведём работу с органами местного самоуправления. У нас уже сделаны планы патрулирования в некоторых территориях. Это согласно возможным рискам, которые могут произойти на любой территории. Во избежание чрезвычайных ситуаций периодически проводится опашка прилегающих к населённым пунктам территорий. Но несмотря на эти меры, в республике сохраняется пожароопасная обстановка, что обусловлено непривычно сухой и тёплой для этого времени погодой. Количество осадков за последние месяцы было настолько мало, что почва не увлажнилась в достаточной мере. В целом зимний период у нас сегодня складывается в таких обстоятельствах, что в основном наблюдается сухая, тёплая погода, что средняя температура воздуха намного превышает климатическую норму. И осадки, как ни прискорбно, нас не радуют, потому что выпадает в очень малых количествах, и это усугубляет пожароопасную обстановку. Поэтому надо быть внимательным, особенно с осторожностью относиться, потому что сухой слой почвы. Таким образом, сжигание сухой травы не несёт абсолютно никакой пользы. Наоборот, грозит серьёзными неприятностями как для природы, так и для человека. А виновникам весеннего пала грозит административная ответственность и серьёзные штрафы – до 400 тысяч рублей. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архез, 24. От приобретения жилья детям-сиротам до увеличения в регионе добычи полезных ископаемых. На коллегии Министерства имущественных и земельных отношений Карачао-Черкесии подвели итоги минувшего года и наметили планы на год нынешний. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Нидропользование, управление и приватизация имущества – вот основные темы, поднимавшиеся на итоговые коллегии Республиканского Министерства имущества и земельных отношений. По словам экспертов, все поставленные перед ведомством задачи были выполнены с превышением показателей предыдущего года. Необходимо отметить, что месторождения гипса и известняка введены в эксплуатацию за последние 8 лет впервые и в значительных объёмах. Здесь хотел бы обратить внимание на тот факт, что в последнее время месторождения вводятся в эксплуатацию ежегодно. Объём валуно-песчаной гравийной смеси по месторождениям, введённым в эксплуатацию в 2018 году, в два раза превысил объём по месторождениям, введённым в эксплуатацию в 2017 году. В свою очередь, увеличение добычи полезных ископаемых повысит налоговые поступления в бюджет Республики. В целом, по итогам года наблюдается рост показателей по всем направлениям работы Министерства. Особо руководитель ведомства Дмитрий Бугаёв выделил успехи по постановке на учёт неразграниченных земель. Вторая в Северо-Кавказском федеральном округе граница, которую согласовали между субъектами, эта граница в нашем случае с Краснодарским краем, протяжённостью 282 километра, тоже согласована и поставлена на учёт. На сегодняшний день ведётся работа со Ставропольским краем, с Кабардино-Балкарской республикой. Мы надеемся, что в текущем году мы продвинемся в этом направлении и тоже будем говорить о результатах. За отчётный период более чем на 40% выросло финансирование программы по приобретению жилья для детей-сирот. Неплохо обстоят дела со школьным транспортом. В собственность Республики поступило 43 автобуса, уже распределённых между образовательными учреждениями. Подводя итоги заседания, зампред правительства Карачаева-Черкесии Евгений Поляков отметил, что работа министерства – показатель развития региона. Есть над чем поработать в области недропользования. То есть это и доходная часть, это и взаимодействие, в первую очередь, конечно, с федеральными структурами. Но в целом я считаю, что работа министерства положительная и надо её оценить удовлетворительно, с плюсом. Спасибо за работу. Чем теплее на улице, тем больше забот у агрария в Карачаевой Черкесии. Чтобы встретить начало полевых работ во всеоружии, им нужно приложить немало усилий. Кто-то сейчас в последний раз проверяет технику, запасается семенами, ГСМ и удобрениями, а кто-то разрабатывает рабочий план на период сева. О том, как проходит подготовка к весеннеполевым работам в самом крупном предприятии республики, расскажет моя коллега Дарья Назарова. С наступлением весны в боксах, СПК Тахтамыш, работа кипит с утра и до поздней ночи. До начала посевной не так уж много времени. Механизаторы колдуют над тракторами, комбайнами и другой сельхозтехникой, чтобы к выходу в поле весь автопарк работал как часы. А потому проверяют все, от уровня масла до исправности рулевого управления. Эти процедуры перед началом весеннеполевых работ обязательны. Ведь от состояния техники зависит исход посевной. Это в хозяйстве отлично понимают. Предсезонно обслуживаем трактор, чтобы нормально поработали, не ломались. Смазываем, промазываем, протягиваем. Полностью обслужить, проверить, что у нас неделя уйдет. Чтобы полностью, чтобы без поломок, без проектов было. В хозяйстве Башира Карасова, он же директор СПК Тахтамыш, с десяток видов техники. Имеется и комбайн «Джандир», и сельхозагрегаты российского производства. Все это было нажито упорным трудом. На сегодняшний день где-то около 20 единиц тракторов и где-то 5 единиц автомобилей грузовых в настоящее время. Плюс к этому два зерноуборочных комбайна импортного производства, один советского производства и два свеклоуборочных комбайна. Постепенно, каждый год обновлялись по несколько единиц техники. Первую, так скажем, большую партию техники мы приобрели за счет кредита Россельхозбанка в 2008 году. Сейчас в хозяйстве около 2000 гектар пашни, из которых 600 занимает пшеница, 700 кукуруза и 400 сахарная свекла. А на оставшихся последние пару лет выращивают сою. Причем семена для каждой из культур выбирают самый лучший, ведь это фундамент будущего урожая. Закупаем в основном, если кукурузу взять, фирмы «Пионер». Проводим здесь участки, закладываем, опыты у себя проводим. И вот по результатам этих опытов, потом уже массово проводим все тех культур, которые бы давали при оптимальной влажности высокую урожайность. Уже в конце марта в поля выйдет первая техника, чтобы провести подкормку озимых. Затем в хозяйстве приступят к посеву яровых культур и пропашным работам. Конечно, многое будет зависеть от погоды, от того, как быстро прогреется земля. Но в хозяйстве тахтамыш к весне уже подошли во все оружии. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24. С аналога на цифру без проблем. Более 200 семей в Черкесске будут обеспечены бесплатным оборудованием для приема цифрового телевизионного сигнала. А устанавливать это оборудование им будут волонтеры, которые сейчас проходят обучение у специалистов радиотелевизионного передающего центра Карачао-Черкесии. На очередном занятии с волонтерами побывала и наша сумочная группа. Аналоговое телевещание в Карачао-Черкесии будет отключено 15 апреля. С этого дня все населенные пункты региона, даже самые отдаленные, будут получать цифровой телевизионный сигнал высокой четкости. К сожалению, принимать его без специальной цифровой приставки способен не каждый телевизор, особенно если он не новый. Помочь владельцам таких телеприемников подключиться к цифре, а в основном это люди пожилого возраста и должны волонтеры, которых активно готовят в республиканской столице. Сейчас ведется очень большая разъяснительная работа, и к этой работе подключают волонтеров. Мы уже провели обучение волонтеров. К нам приезжали на базу нашего радиотелевизионного передающего центра группа молодых людей со всего региона, со всех районов республики. Вот сегодня очередной этап обучения города Черкеска. Специалисты регионального РТПЦ не только рассказали волонтерам о технических особенностях цифровых приставок, но и проинструктировали, как подключить и настроить это оборудование для качественного приема цифрового сигнала. Есть перечень лиц, которые нуждаются в данной помощи. Согласно данному перечню, будут выезжать сотрудники УСЗН с волонтерами, будут оказывать помощь по переходу с аналога на цифровое телевидение. Власти республиканской столицы уже закупили партию цифровых ресиверов. Всего в городе бесплатным оборудованием для приема телесигнала будет обеспечено свыше 200 малоимущих и многодетных семей. Всех, кто нуждается в этой помощи, волонтеры будут посещать адресно совместно с сотрудниками Управления социальной защиты населения мэрии Черкеска. На сегодняшний день УСЗН, это Управление социальной защиты населения, они дают нам 257 адресов, по которым нужно будет пройти сотрудникам социальной защиты, плюс два волонтера, которые будут заходить в квартиры, в дома и помогать устанавливать эти приемники. Волонтеры понимают, что груз ответственности ляжет на их плечи, потому внимательно прислушивались к каждому слову специалистов РТПЦ. Ну, в принципе, там ничего сложного, как я посмотрел, нету. Там все кабели обозначены каким-то цветом, на приемнике тоже такие, и в телевизоре просто надо подключить. Если что-то не получается, сказали, позвонить по номеру и тебе все объясняют. Ну, я думаю, что здесь есть много людей, которые не знают, что делать, поэтому на этом мероприятии многих людей научат, даже если они не смогут, как Беслан сказал, им помогут. Напомним, отключение аналогового телевещания в России пройдет в этом году в три этапа и окончательно завершится к 3 июня. Карачаева, Черкесия вошла в число 20 регионов, где переход с аналога на цифру произойдет 15 апреля. Ислам Джукаев, Роман Баюра, Назир Капушев, Архыз, 24. Зверье мое. Львы, волки, леопарды и медведи, содержащиеся сейчас в зоопарке в южной части Черкеска, скоро сменят прописку. Зверинец собирается переезжать в Зеленчукский район. С чем это связано, узнаем из сюжета Эрнеста Чукова. Этот зверинец на южной окраине Черкеска знаком многим жителям и гостям республиканской столицы. Тех, кто здесь побывал, смело можно разделить на два лагеря. Одни радуются возможностью увидеть так близко диких животных и показать их детям, другие же после посещения выражают сомнение в законности содержания зверей в таких условиях. Однако, по словам директора зоопарка, ни одна из многочисленных проверок не нашла в этом нарушений. Второй год стоим здесь. Были проверки, но такого плохого ничего не было здесь. Никто не говорил. Все рады ушли отсюда. Они все справные. Сколько людей было проверки, никто плохого ничего не говорили. Постоянно ветеринар бывает, проверяет. Году два раза проверку делает. На первый взгляд, животные тут вроде бы в хорошем состоянии. По крайней мере, истощенных или больных особей в клетках не видно. Вот, например, царь зверей, лениво поеживаясь, смотрит на падающий снег. Однако, совсем скоро и он, и его соседи по зоопарку поменяют место прописки. По требованию Республиканской межрайонной природоохранной прокуратуры, мэрия Черкеска вынесла предписание убрать вольеры из этого места. Что любопытно, это никак не связано с животными. Причина заключается в нецелевом использовании земли. Основная претензия мэрии в том, что земля используется не по назначению. Земля выдавалась в аренду под производственные базы. По факту, здесь находятся клетки с животными. Поэтому основная наша претензия в этом. Решение мэрии Республиканской столицы хозяин зоопарка спаривать не намерен и уже готовит свой зверинец к переезду в станицу Кордоникску. Как только он завершит там ремонт вольеров, а его питомцы адаптируются к новым условиям, двери в зоопарк снова распахнутся для всех желающих. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Роман Баюра, Архиз, 24. После нескольких снежных дней в Карачао-Черкесии наконец-то установилась солнечная погода. А это значит, что на пороге весна. А чтобы окончательно прогнать зиму со двора, с древних времен люди отмечают Масленицу. Долгожданный всеми любимый праздник. В течение целой недели принято печь блины, веселиться и ходить друг к другу в гости. Именно с таким размахом отметили сегодня Масленицу в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для своих постояльцев руководство учреждения организовало настоящий праздник, на котором побывал и наш корреспондент Юлия Житная. В Республиканском доме для престарелых и инвалидов снова праздничная атмосфера. В этот раз тут отмечают Масленицу. Но простым чаепитием с блинами торжество не ограничилось. Песни, танцы, конкурсы, проводы зимы в этом учреждении проходят с размахом. Масленицу тут ждут с нетерпением. Этот праздник здесь отмечают с самого основания, аж с 1999 года. И постояльцы, которых тут, к слову, 85 человек, принимают в празднование самое активное участие. Наши жильцы тоже готовятся к этому празднику, потому что они участвуют всегда в конкурсах, наряжаются, одевают самые лучшие женщины платья, мужчины костюмы. Нашим жильцам очень нравится отмечать праздники. Тем более, когда к ним приходят дети, как вот сегодня к нам в шестой школе пришли, ансамбль казачата, которые повеселили их, как их внуки. Поэтому они себя чувствуют как дома, в нашем доме-интернате. Со сгущенкой, мясом, творогом и вареньем. Всего для стариков здесь приготовили порядка 600 блинов, не считая пирожков и кулебяк. Раиса Агипчук когда-то сама с удовольствием готовила блины. И как у любой хозяйки, у нее есть свой секретный рецепт. Ничего, обычно молоко, яйца, сода и молотаем обязательно молочко. С мясом, с вареньем можно, с творогом, любые. И, конечно же, не обошлось без сжигания чучела. Этот обряд символизирует уход зимы и сгорейший приход долгожданного тепла. Кульминационный момент праздника сопровождался большим хороводом. У нас все праздники хорошие. Блины, как обычно, чучела жгли, но в основном костры мы жгли. Мы тогда еще молодые были. Молодежь всегда веселее гуляет. Частушки, танцы и забавы. По словам постояльцев дома, для престарелых столь насыщенные праздничные дни не только заряжают их энергией, но и продлевают жизнь. Юлия Житная, Станислав Сушков, Архиз, 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия и на нашем канале Архиз, 24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин